В Тверской области идут масштабные работы по благоустройству городских пространств, дорог и ремонт объектов культуры. Все это создает благоприятную среду не только для коренных тверских жителей, но и для туристов. Этот год запомнится тверичанам, пожалуй, началом реконструкции улицы Трехсвятской и открытием после ремонта Соборной площади, которая уже стала местом притяжения для жителей-гостей города. Как идет благоустройство, что уже сделано, а что еще предстоит, рассказывает наш корреспондент. Конечно же, привлекательный облик города – это в первую очередь гордость самих жителей. Но есть и еще один момент, который играет немаловажную роль – это туристическая привлекательность. Потому городским объектам, общественным пространствам, историческим местам, а также объектам культуры особое внимание. Так, в этом году тверичане получили в подарок еще одно место, где можно погулять, в том числе с семьей и сделать красивые фото. Соборная площадь в этом году стала буквально местом притяжения как для жителей города, так и для его гостей. Здесь открывается необычный ансамбль и отреставрированный путевой дворец, и краеведческий музей. И украшает эту территорию новый умный современный фонтан, который в буквальном смысле стал в этом году подарком для жителей города ко Дню России. Фонтан был обустроен по инициативе губернатора Игры Рудени. Площадь после ремонта открыли весной. Здесь появились скамейки, освещение и другие малые архитектурные формы. К слову, сегодня работа продолжается, но теперь на площади всегда многолюдно. Мы поинтересовались у горожан, что их тянет сюда. Очень красиво. Фонтан очень красивый. С ребенком. Как тебе? Понравился фонтан? Да. Вообще Тверь очень преобразилась в положительную, позитивную сторону. Просто приятно пройтись, я хотелось посмотреть на фонтан. Мне очень нравится, что он сделан не традиционно, как бассейн с каким-то барьерочком, а обочинкой, а вот не заглушая пространство, не пересекая, а делая его еще более просторным. Отлично, очень красиво, уютно, празднично. Очень нравится детям. Наконец-таки открылось это место. Так долго ждали. Очень приятно. Наверное, когда тепло, намного веселее. Кроме того, возле собора планируют установить скульптуру святителя Симеона. Еще жителей Твери, особенно молодежь, привлекает памятник Анне Кашинской и Михаилу Тверскому, установленный в 2021 году у нового дворца бракосочетания. Кроме того, в этом году началась работа по реконструкции улицы Трехсвятской. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Она победила в ежегодном онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Сейчас работы идут на участке от Новоторжской до бульвара Радищева. К слову, благодаря реализации программы появилась возможность создавать современные пространства не только в центре Твери, но и в других районах города и области. Формирование комфортной городской среды – одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области. Создание современных пространств в наших городах с учетом особенностей их уникального облика, истории и традиции. Работа идет активно и в малых городах Верхневолжья. На поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды выделены средства из областного бюджета. Помимо городских пространств приводятся в порядок и объекты культуры. Тем самым малые города Верхневолжья повышают свою туристическую привлекательность. У нас огромная история. Нам есть чем гордиться, что показать. И много ремонтируется. И на наши усадьбы, помимо Твери, которая и так по себе сама прекрасна, и красива, и с потрясающей набережной, с местами, и погулять, и поесть, и посидеть, и посмотреть, что у нас есть, мы все-таки будем направлять туристов в малые наши красивые города, и обращать их внимание, и на новые открывшиеся музеи. Тур-поток в наш регион за последние семь лет увеличился почти в два раза. Если в 2016-м Верхневолжье посещали в год около 1 миллиона 300 тысяч человек, то в 2022-м более 2,5 миллионов гостей. В частности, росту туристической привлекательности способствует и богатое историческое наследие, яркие культурные мероприятия, например, гастрономические фестивали, музыкальные события, развитие гостиничной, ресторанной сети и, конечно же, инфраструктуры, дорожной в том числе. Работа по всем этим направлениям ведется и дает свои видимые результаты.